Привет, ребята! Меня зовут Кривошейна Елена, где нужны не клябочные келени. Я живу в городе Кирове и частенько снимаю про него видюшки. Давно хотела снять видюшку, что у нас находится вокруг автовокзала. То есть, может быть, вы гости города, приезжайте к нам на автовокзал, но, скорее всего, вы не бродите по округе. А иногда интересно, что находится за привычной картинкой. Вот давайте сегодня посмотрим. Я сейчас как раз нахожусь за автовокзалом. Я гуляю с моим псёнышем Дариком. Вот в этой будочке тут, наверное, что-то электрическое и всё такое. И в то же время есть ещё и приём макулатуры. И сюда различные бабушки, дедушки, а также, наверное, бомжи. Соврала не в этой будочке, а приём макулатуры-то вот слева. Видите, я что-то их перепутала, две маленькие будочки. Вот. В общем, туда сдают, знаете, картонки, бутылки. Это мой пёс, с которым я гуляю. Ага. Это стена, отделяющая автовокзал от обычных жилых домов и кварталов. Домики здесь скромненькие, пятиэтажки, старого советского типа. Вот они у нас. Здесь везде зелень. Мне очень нравится, что у нас зелёный город. Что у нас зелени реально очень много. Если бы ещё не драные наши домики, то у нас бы вообще было чудесно. Вот за деревьями и забором... Сейчас, погодите, что-то там моя собака делает. Надо её позвать. Дарь! Дарёныш! Дарёныш, пойдём. Ага, чтоб не потерялся. Вот. Видите, тут даже ёлочки какие-то есть. Вот то, что сейчас в центре экрана, ёлочки, а за ним здание. Это и есть автовокзал наш. Тут у нас граффити какие-то понарисованы. Ну, кому-то граффити нравится. Мне, честно говоря, не очень. Они какие-то такие... Ах, не знаю, какие. Не художественные, жёсткие, что ли. Я, например, более мягкое творчество люблю. Картины такие. Более мягкого плана. Вот тоже обыкновенный жилой домик. Дарей! Дарей! Так, Дарю сейчас надо будет взять на поводочек. Иди сюда. Молодец. Сидеть. Сидеть. Дарей! Хорошо. Сюда тихо. Ой, комар какой-то у нас тут. Вот, грыз. Сейчас мы подцепимся, потому что мы сейчас видим уже на людную улицу. И там он уже будет всем мешать и всех пугать. Так, сейчас. Так, пойдём, Дарюша. Обыкновенные дворики. Я помню, что в 90-е годы где-то здесь стоял... Ну, сейчас вот просто стояночки, парковочки автомобилей. А тут стоял этот, как его, гаражик-ракушка. Знаете, такая штучка, которая чисто прикрывала автомобиль. А 90-е годы, как вы помните, были тревожные. И у нас город достаточно, конечно, спокойный был. Но всё рассказывали, что в этих ракушках могут бомбу заложить. Я всё ходила и косилась. Вот этот магазин. Тоже это всё рядом с автовокзалом. Раньше он назывался «Стрела». Потом все магазины почему-то пошли под номерами. А сейчас, видите, вятские рассветы. Вообще у нас, конечно, как везде засели пятёрочек и магнитов. Но вот какие-то ещё магазинчики индивидуальные остались. Автовокзалы не очень чисто. Что огорчительно. Вообще, скажем, грязно. И вот он сам автовокзал. Вот его изнаночка, получается. Состоят автобусы, которые куда-то поедут в скором времени. Впереди вот, видите, рыженькое здание. Это у нас торговый центр «Арбат». Построили, я думаю, специально для автовокзала. То есть люди приезжие приезжают. Надо бы подождать. Ну и пусть идут, совершают покупки. Тут у нас тоже как бы уже там дворы-дворы. Мы понастроили эти лавочек-ларёчка. Есть пекарни, ремонт обуви, фрукты, молоко. Ну и опять же, вот там магазин, который мы прошли. То есть можно купить какие-то продукты. Вот мы совсем выходим на перекрёсток Некрасово и Горького улиц. Некрасово и Горького. Вот мы сейчас идём по Некрасово. А впереди где-то машинки. Это Горького. Ну и, соответственно, это уже совсем автовокзальный район. А если уйти туда вправо, то там уже будет железнодорожный вокзал. Мы сейчас пройдёмся вдоль автовокзала. Тут тоже, видите, пекаренка есть. Есть аптека. Опять же, если необходимо вам зайти что-то срочно купить. Донарная. Но я что-то даже не знаю, работает ли она. Мне кажется, что она уже давно не работает. Ну, как обычно, автовокзал... А, нет, дверь открытая, наверное, работает. Автовокзал. Место суетное. Какие-то вот всякие такие штуки понавешаны. Объявляшки. Есть остановочка, как обычно, городского транспорта. Справа у нас... О, да, слева у нас автовокзал. И слева же вот сами платформы, где происходит посадочка. Ну, есть скамеечки. Можно посидеть, подождать. Стоят автобусы в ожидании. Тумба с рекламой событий разных. Вот они, автобусы. А за автобусом, видите, деревья растут. Елочки, лиственные деревья. Там как раз вот мы с вами начали нашу экскурсию. То есть вот там за заборчиком мы и шли. Вот стоит обычная пятиэтажка. Ох, у меня тут бегает собака мечется. И скучно. Что мы бродим по неинтересным улицам, когда можно бродить по интересным кустам. Ну, народа на автовокзале обычно много. И не знаю, есть ли у нас ночные выезды. Мне кажется, у нас нет ночных выездов. Потому что ночью он, в общем-то, пустой. Автовокзал. Так, здесь автобусы выезжают. И иногда им бывает сложноватенько выехать на улицу, потому что не пропускают. Ну, вот он все-таки выбрался. И вот торговый центр Арбак, про который я говорила. Куда можно зайти, что-то купить. Ну, или просто провести время, поглазеть. Тут есть ларечек тоже со всякой выпечкой. которую можно приобрести. И дальше все меня возмущает. Дальше находятся ларечки с фруктами. И вы знаете, тут фрукты чуть ли не в два раза дороже, чем во всех остальных местах города. То есть, видимо, тоже как бы под приезжих. Приезжим, куда деваться. Далеко они не побегут. Фрукты купят, какие есть. Ну, вот как-то так. Все. На противоположной стороне тоже стоят обычные девятиэтажечки. Раньше они просто... О, девятиэтажки. Что я говорю, пятиэтажки. У нас в советские времена построены. То есть, раньше они тоже были просто пятиэтажками. Сейчас в каждой внизу понаделаны магазины. Ну, и что-то продают. То есть, опять же, наверное, под приезжающих, чтобы люди могли зайти, что-нибудь приобрести, но и заодно провести время. Мы сейчас перейдем дорогу. Придется у нас с пеской постоять. Уже зеленый свет заканчивается. Песка жаждет идти. Он жаждет идти, потому что вот там, наискосок, вот как я сейчас показываю, находится парк. Парк имени Кирова. Ну, или как мы называем... Ай-яй-яй. Сейчас, подождите, пес меня путает, запутывает. Парк имени Кирова. Или, как мы называем, парк Сырка. То есть, он красивенький, зеленый, с олейками. Соответственно, если вы приехали в город, то вы можете... И у вас есть время, да? И, может быть, вам нужно это время переждать. Можно идти не в торговый центр, а можно пойти в парк. Запросто. И там реально классно. Я его очень люблю. Мы там с пеской частенько выгуливаемся. Так. Сейчас я, погодите, остановлюсь. На этом, я думаю, мы закончим нашу экскурсию. Стойная собака. Он мне всю руку выдернул. И с поводком вместе. Дарёшь, сидеть. Сидеть. Молодец. Ну, всё. Приезжайте к нам в Киров. Ой, песо-песо. Ладно, говорить, но ещё тащить собаку. Приезжайте к нам в Киров. Будем рады. Подписывайтесь на канал. Ещё буду рассказывать про город. Хорошего вам дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok